В Саратове свирепствует геморрагическая лихорадка. За последние два месяца медики зафиксировали более сотни официально подтвержденных случаев этого заболевания. ГАЛПС, так сокращенно называют эту хворь, это явление для нашего региона привычное. Самая серьезная вспышка произошла в 1986 году, когда по данным Роспотребнадзора мышиной лихорадкой переболело около 2500 человек. Кстати, именно оттуда из 80-х до нас дошла байка о зараженных мышах, якобы сбежавших из института микроб. Сейчас о ней тоже начали вспоминать. Город и интернет переполняют слухи. Основная причина их появления практически тотальное молчание официальных лиц и организаций. Особняком, пожалуй, в хорошем смысле стоит Минздрав. По данным ведомства, на начало недели в больницах находилось свыше 400 саратовцев с симптомами мышиной лихорадки. Это заболевание. Которое передается от мышей. Проблемы возникают с почками, с сердцем. Как уберечься? Почаще руки мыть стоит. Уборку в доме проводить более чаще. И остерегаться кумысной поляне. Казалось бы, горожане в курсе. Тем не менее, очередная мышиная возня снова заставила лихорадить саратов как в прямом, так и переносном смысле. Общественники задают вопросы, Роспотребнадзор докладывает, Минздрав отчитывается. Собравшиеся на внеплановое заседание члены комиссии по охране здоровья горожан понимают, мыши наступают. И это не шутка. Число заболевших геморрагической лихорадкой с почечным синдромом выросло в этом году по сравнению с прошлым почти в три раза. Масштабность событий в этом году настолько велика, что подъем численности начался осенью прошлого года во многих биотопах. В том числе и на кумысной поляне в осенний период численности была уже порядка 20-30%. Выпало много снега, зима была теплая. Началось подснежное размножение грызунов под снегом. Там они чувствовали себя комфортно в связи с высоким урожаем семян. И мы подошли к весне этого года, уже не со стандартными показателями прошлого года. Потенциал очагов был значительно выше. Что произошло в этом году у нас в Саратове? На майские праздники массовый выезд на кумысную поляну и в другие места. Это посещение леса. 60% городского населения заболело. И 40% это те, кто поехал и убирал свои дачные участки, домики с загрязнениями в весенний период без средств дезинфекции. По статистике, 90% заболеваний геморрагической лихорадкой в России приходится на Приволжский федеральный округ. Казалось бы, нам, живущим по соседству с природным очагом этой опасной хвори на кумысной поляне, давно пора быть готовым к мышиным нашествиям, которые случаются каждые 5-7 лет. Знать, что источником лихорадки является рыжая полевка, которая, перенося вирус, чувствует себя прекрасно. Заражение человека происходит при вдыхании инфицированной пыли. Вакцины от лихорадки нет. А потому, соблюдая нехитрые правила при уборке и работе на садовых участках, ограничив во время эпидемии прогулки в лесу и выезда на пикники, можно с успехом бороться с этим опасным заболеванием. Однако, беспечность горожан и странное нежелание ответственных лиц давать информацию по точному числу заболевших рождают, по мнению участников внепланового заседания, слухи и ажиотаж среди горожан. Вот на сегодняшний день, сколько у нас подтвержденных случаев ГЛПС на территории Саратовской области? А то мы сейчас опять уйдем, и каждый уйдет со своими цифрами. Кто что услышит? Так сколько? На 27 числу 62 подтвержденных случаев. 62. Мы читаем и 200, и 300 случаев. Ну так придумайте бюллетень, придумайте кратность, там еженедельно ли. С какой кратностью? Надо информацию людям доводить, чтобы не было никаких сомнений, никаких спекуляций на этих счетах. Уточним, что диагноз «геморрагическая лихорадка» поставлен 62-м саратовцам только в мае. С начала года этот неприятный вирус подхватило еще более 50 горожан. Проблема обостряется еще и тем, что через несколько дней начнут работу оздоровительные лагеря. Большинство из них находятся на Кумысной поляне. Подготовка к открытию первой смены нешуточная. Мыши сопротивляются, но благодаря меняющейся тактике, разнообразию средств и способов борьбы, допуски к открытию получили практически все детские здравницы. Самые простые рекомендации. Ни в коем случае не трогать грызунов, не играть с ними. Как-то там не мышка из деснеевского мультфильма, и на нее не нужно кидаться, играть. Если увидели мышку, обязательно расскажи воспитателю. Настрой детей и родителей на радостно проведенное время в оздоровительном лагере на Кумыске советует родителям и начальник городского отдела образования Лариса Ревудская. В восьми лагерях, по ее заверениям, грозным грузунам нет места. Все отмыто, обработано, обезврежено. Учитывая вот ту ситуацию, которая сейчас складывается по заболеваемости геморрагической лихорадкой, мы запланировали и дополнительную обработку. То есть здесь я хочу отметить, что обработана была как территория самого лагеря, перелегающая 500-метровая зона, также все помещения, жилые дачи, столовые, медицинские пункты, которые находятся на территории лагеря. И буквально вот 30 и 1 июня мы проведем дополнительную обработку территорий. Кроме того, вчера было принято решение о том, что по периметру всех загородных лагерей будут установлены специальные ловушки-приманки для того, чтобы исключить проникновение грозунов на территорию лагеря. Директор оздоровительного лагеря «Молодежный» Наталья Чапурина подтвердила по телефону информацию от официальных лиц. У нас есть приказы, у нас есть жесткие распоряжения, у нас есть все бумаги, без которых мы не имеем права принимать детей. Дубки, молодежный, березка, мы все здесь. Вот у нас 94,1% удовлетворительная эффективность составила. То есть у нас этих мышей не на территории, не за прилегающей 500-метровой зоной, которую мы дважды уже обработали, не обнаружили. Специалисты считают, что рай для мышей мы нередко создаем сами. Вот, к примеру, несанкционированная свалка спиленных деревьев и веток на третьем же участке в заводском районе. Для грозунов, рассказывает жительница соседнего дома Светлана, настоящее раздолье. Я вчера возвращалась с работы, и у нас около мусорки бежали крысы. Это же вообще ужас какой-то. Что говорить за городом, если у нас в городе даже такое творится. И она слышана и начитана уже об этой обстановке, проходящей на старатке. Поэтому очень даже страшно куда-то выезжать с детьми, по крайней мере, пока это все не закончится. А это уже техническая 14 в Ленинском районе. Те же ветки, сухие листья, мусор и старые сараи. Мыши и крысы здесь тоже частые гости. А вот представителей управляющей компании «Жилцентр», как говорят местные жители и регионального оператора по сбору мусора, не видели давно. Налицо не природный, а бесхозяйственный очаг. Скорее всего, здесь рассказала нам по телефону жительница дома Галина и ее муж и подхватил мышиную заразу. Листва, ветки, вот это все трава сухая. Это вообще у нас не вывозится годами. Ветер падал, пыль поднялась, человек вдохнул в легкие, и все. Двойка забита, потому что нас туда скорая не повезла. Мы три часа ждали скорую. Потому что, говорит, очень много случаев, и нас вот отвезли в десятые. В этот день 25 человек привезли, и предыдущий день 20 человек. Говорят, 60 человек лежит там. Даже систему вот ему должны были в час поставить, а поставили только в 11 вечера. Ну, потому что народу много там, ну, как больница не была готова, я так думаю, что. Ну, вот сейчас он лежит, говорит, что там уже освободили там хирургию, гинекологию уже, частично освободили, уже туда всех складывают. Разгребать последствия человеческой беспечности, нерадивости коммунальщиков и чиновников приходится медикам. Они пока сдержаны в оценке ситуации. По данным регионального Минздрава, к услугам больных – инфекционное отделение. В двух больницах – койко-места, врачи и препараты. На сегодняшний момент времени мы имеем с вами расположенные на территории двух стационаров в области. Это вторая городская клиническая больница имени Разумовского и десятая городская клиническая больница. Развернутое достаточное количество коек инфекционных – это 511 взрослых, и на базе областной детской инфекционной больницы – 156 детских. Поэтому на сегодняшний день, с учетом количества госпитализированных людей с подозрением на геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, у нас запас коек имеется. Запас медикаментов есть, ресурсы врачебные есть. Скорая помощь настроена, скажем так, предупредительно. То есть, в том числе, людей сами обращаются за медицинской помощью, даже и без скорой помощи, и все госпитализируются. Ситуация со вспышкой мышиной лихорадки в очередной раз обнажила проколы ответственных лиц. Где-то вовремя не предупредили, не проинформировали, обвинили во всем погоду и природу. В результате с трудом ведем борьбу с мышиными полчищами и опасной болезнью. Что остается горожанам при первых симптомах лихорадки, а это высокая температура, покраснение глазных белков и боли в пояснице, немедленно обращаться к врачу. Но чтобы этого не случилось, откажитесь на время от лесных променадов и не забывайте о мерах защиты на садовых участках. И помните мудрую фразу «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих». Субтитры создавал DimaTorzok